Новости Всероссийский этап песенного конкурса «Солдатский конверт» уже во второй раз прошел в Ставрополе и завершился грандиозным галоконцертом. В нем приняли участие 150 вокалистов со всего края и еще 30 приглашенных участников из других городов России. Москва, Питер, Республика Чувашия, то есть география очень обширная. Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» зародился именно на Ставрополье 26 лет назад. Раньше жюри оценивало вокальные данные молодых исполнителей со всего края и только год назад конкурс стал всероссийским. Попасть на него можно было через Российский союз молодежи, как это и сделал Артем, студент Московского государственного строительного университета или команда «Мечты» из Краснодара. Буквально через интернет принимали заявки. Мы ее, конечно же, с руководством вуза сначала все обдумали, потом отправили заявку и мы здесь. Прошли отборочные этапы видеоконкурсу, о конкурсе знали совершенно случайно, через 10 человек. Но мы очень счастливы, что мы попали сюда, что нас взяли, потому что здесь прекрасные ребята, прекрасный организатор. В этом году Ставрополь принимал певцов со всех уголков России – от Северного Питера до Солнечного Севастополя. Кстати, курсанты жаркого Крыма совсем не ожидали, что Южный Ставрополь встретит их так холодно. Когда мы приехали, была лютая метель. Мы думали, что здесь такая погода будет всегда, и такое настроение было немного поникшее. Но сейчас выглянуло солнце, и мы счастливы. Галоконцерт получился ярким и запоминающимся. Победители во всех номинациях, наконец, определились, и по итогу их оказалось очень много. Кстати, теперь обладатели Гран-при будут представлять нашу страну на российско-белорусском фестивале в Бресте. Среди них оказался и Ставропольский вокальный ансамбль «Нота Бене». Но главное, что эмоции от конкурса у всех остались самые теплые. Это непередаваемая атмосфера до мурашек. Участники оправдали все ожидания. Они настолько с душой вкладываются в это мероприятие. Это очень приятно, потому что солдатский конверт – это очень значимо, это очень интересно. И когда молодые исполнители, начиная с 14 лет, поют песни военных лет с такой душой, с такой отдачей, это очень радует. Напомним, что конкурс «Солдатский конверт» проходил в несколько этапов. Сперва лучшие исполнители отбирались в родных селах и городах. Затем следовал краевой этап конкурса и, наконец, всероссийский. Всего в нем приняли участие около тысячи молодых исполнителей.